Привет, друзья, пока еще вы не улеглись или возможно уже встали. Короче, я думал, что это фейк и уже, знаете, смазал эти лыжи мылом, чтобы быстро по скользко его разоблачить. Но, но... Министерство связи и массовых коммуникаций ЛНР приказ Минкомсвязи ЛНР 20.03 об изменениях приказа 26.01. Открываем. Так, что здесь у нас? Министерство связи и массовых коммуникаций, бла-бла, внесение изменений в связи с выявлением сайтов, распространяющих информацию с нарушением законодательства ЛНР в соответствии, бла-бла, бла-бла, о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, запретить. Так, внести в приказ Министерство о запрете распространения список сайтов, распространяющих информацию с нарушением законодательства ЛНР. Вконтакте, вконтакте, синие киты, кит, синие кит, кит, синие кит, синие кит, ну короче, защищают детей, понятно, да? Ой, а что это? News BigMir и Shari.net И если BigMir нам до лампочки, он министр Сурженко, Сурженко министр, если BigMir нам до лампочки, то по поводу Shari.net у меня имеется как бы вопрос, чем помешал так называемый ЛНР сайт, на котором нет ни одного фейка, который не распространяет непроверенную информацию, который, если на нем когда-то изредка ошибаются, через несколько минут приносит свои извинения и удаляет информацию. Чем он помешал? Ну, я бы хотел обратиться вот с этим вопросом не к какому-то там министру, не, мне он не интересен как раз таки. Я бы хотел обратиться вот к людям, которые сейчас смотрят это видео. Высказывайте, пожалуйста, свои мнения, я читаю комментарии. Как вы думаете, чем мне угодил сайт Shari.net? Что такого на сайте Shari.net? Можете на него пройти, посмотреть, что там такого, что ж там такого, а? Может, там какие-то призывы к убийству, может, я вообще не понимаю, что там такого. Может быть, пора уже просто переименоваться, может, в КНДР? Может быть, стену лучше построить? Может быть, вообще, не забудьте, кстати, в следующий раз, если это не ошибка и это осознанное решение, то вы должны придумать что-то с Ютубом. Потому что посредством Ютуба я проникаю в мозги своих сограждан, которые проживают в Луганской области, и в Донецкой, и в Черниговской, и в какой угодно, и во Львовской. И вот надо бы что-то с Ютубом еще придумать, потому что уже есть головы, которые об этом думают. Напрягите, напрягите мысли. А я с удовольствием почитаю мнения, мнения своих подписчиков, вообще, и зрителей этого канала. Из-за чего же мог быть такой турнепс, а? Мне интересно. Пока!